Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте, пожалуйста, лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мой собеседник сегодня — полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Светан, Роман Григорьевич. Я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Роман Григорьевич, предлагаю нашу сегодняшнюю беседу начать вот с такой вот темы. Секретарь Комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил о том, что массированное наступление РФ ожидается в марте-апреле. Замминистра обороны США Колин Каль, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, назвал ситуацию на фронте в Украине изнурительным обменом ударами и сказал, что Россия вряд ли сможет добиться значительных территориальных успехов в ближайшее время. Кто из них прав, по вашему мнению? Начать наступать и добиться успехов — это две разные разницы. Потому однозначно Россия будет продолжать наступать, не начинать, а продолжать. Начали они наступление, перехватив инициативу с нового года. Сейчас в арифметической прогрессии увеличивается давление на нашу линию фронта. Постоянно причем где-то пик, в ближайшее время он будет достигнуть пика. Дальше плата ровно столько, сколько у россиян хватит сил и средств. Они будут с таким максималом, который достигнут в ближайшее время, они будут давить на линию фронта. Да, это где-то будет апрель, март-апрель. На апрель даже уже может у них и не хватить сил. Все будет зависеть от нашего противодействия. Ну а после того, как получим определенные системы поражения от наших партнеров, мы начнем выполнять определенные наступательные действия. Может асимметричные, то есть не прямые, а асимметричные. Это самый оптимальный вариант. Удерживать россиян, допустим, в районе Донецкого, Луганского фронтов в режиме активной обороны. А самим начать наступление либо на Армянск, Новые Каховки, либо в сторону Азовского побережья, Запорожского фронта. И вот таким асимметричным давлением попробовать, во-первых, однозначно рассечь сухопутный коридор в Крым и дальше отвлечь войска российские от уже Донецкого и Луганского фронтов. Роман Григорьевич, вот в генеральном штабе в нашем говорят о том, что они видят, что в Запорожской области и в Херсонском направлении там как раз именно создаются условия для начала наступления. Что вы там наблюдаете? Так и есть. В ближайшее время, после того, как погода более-менее станет суше, украинские войска, в принципе, могут пойти в движение, начать движение в сторону Азовского побережья. Еще раз повторюсь, там два направления, и оба, в принципе, приоритетные. И на Армянск, сразу в Крым, с Каховки, либо с любой точки после форсирования Днепра, либо из-под Орехова на Мелитополь. С Углидара на Мариуполь неплохое направление. С того же Уляйполя через Черниговку на Бердянск. То есть, в принципе, начать движение украинские войска смогут только по погоде и по заходу техники. Готовность в этом есть. Потому что россияне, естественно, понимая такого рода действия, они пытаются закопаться в основном в режиме обороны. Они строят в режиме не фронтальной, а в основном это точечная гарнизонная оборона, так называемая. То есть, каждое из села, город пытаются обнять определенными средствами, оборонительными средствами, ну а дальше уже удерживать наши наступающие войска. Если позволите, я уточню правильно, или я поняла, что именно есть уже уверенность, что вот в конце марта ВСУ пойдут именно в контрнаступление, именно наше наступление начнется? Дело в том, что все будет зависеть от количества и скорости поставок вооружений. То есть, мы с голыми руками не пойдем. Как только будет готовность наших партнеров и будет поставлено вооружение, только после этого начнется движение. Если сохранится такая же динамика, то это где-то динамика поставок, как вот у нас с января месяца, не уменьшится, хотя бы не уменьшится, то, в принципе, мы уже с середины марта, к концу марта уже можем начать выполнять наступательные действия. Роман Гривич, а то, что ситуация какая есть на сегодня, да, вот вы говорите, что мы пойдем на наступление, когда у нас будет оружие, а что вы видите сегодня? Есть у нас для этого ресурсы? Или, скажем так, успеют до этого времени, потому что это месяц остался? Успевают. Начали заходить тяжелые танки, начала заходить броня, начали заходить средства поражения, боеприпасы, новые средства поражения, в том числе, причем уже с экипажами. То есть, однозначно, мы успеваем. Опять же, я говорю только, если не остановят. То есть, динамика поставок отличная. Вот главное, что не остановили ее, не передернули. То есть, с этой динамикой в марте месяца мы уже можем начинать наступательные действия на Запорожском или Херсонском направлениях. Известно также о том, что Россия подверглась массовой атаке дронов. Вы в одном из своих интервью сказали о том, что эта масштабная атака показала, что Украина начала массовый выпуск беспилотников, и россиянам стоит готовиться к систематическим визитам украинских дронов на территорию РФ. Так ли это? Перед Новым годом был анонсирован постановку на боевое дежурство как минимум семи в течение месяца беспилотников, анонсированные министром обороны. А он-то знает, если уже говорит, то знает, что говорить. Потому после постановки, естественно, был массовый запуск, серийное производство некоторых видов беспилотников. Те беспилотники, которые сейчас показывают в российских пабликах, те, которые попадали, это беспилотники типа Укрджет ЮДЖИ-22. Хороший беспилотник, примерно такие же и все остальные. Да, дальность самолетного типа с двухтактным двигателем внутреннего сгорания, то есть у него дальность полета до выработки топлива, она где-то больше тысячи километров в одну сторону. Боевой радиус где-то около 700 километров, то есть он может сходить за 700 километров, сбросить определенные средства поражения и вернуться. Система управления стандартная, то есть 100-150 километров прямого управления, дальше идет по инерциальной системе с возвратом. То есть нести может до 20 килограмм полезной нагрузки, это несколько мин, 80-к, выстрелы от РПГ. То есть в принципе беспилотник может поражать наземные цели, военные наземные цели с довольно-таки хорошей убойной силы и выполнять боевые задачи. Он дешевый в исполнении и его можно, если поставлено на конвейерное производство, то есть уже массовый выпуск начался. Его можно очень много делать, то есть в принципе несколько беспилотников в сутки. Потому можно говорить о том, что после постановки производства россиянам это будут постоянные атаки. То есть нам не надо ничего накапливать. Они могут сразу идти с колес и сразу выполнять боевые задачи. А так как ПВО российское дырявое, то есть они могут выполнять их на всю глубину боевого радиуса или полета в одну сторону. Роман Григорьевич, ну мы в любом случае видим, что это такой, скажем так, серьезный переход красных линий, которые ранее чертил Запад, да, вот в том числе, ну имеется в виду удары дроны по территории Российской Федерации. То есть исходя из этого, да, а что дальше, если сегодня мы видим атаки, массированные атаки дронов, что дальше? Запад нам никогда не чертил красные линии по ударам по российской территории, нашими средствами поражения. Своими, да. Их можно, кстати, насчет этого понять. А для наших, для использования наших систем поражения никто никогда ничего не чертил. То есть у нас удерживали только их отсутствие. Удерживало. Как только появились такого рода средства, мы начали сразу ими работать, потому здесь никаких красных линий быть не может и не могло, в принципе. Мы суверенная страна, но нас напало государство. Мы в праве выполнять поражение военных объектов на любой территории, вообще не только этого государства, а мира. На любой территории любого государства военные объекты российские могут уничтожаться нашими средствами поражения. Хорошо, Роман Григорьевич, также интересно ваше мнение относительно ситуации в Приднестровье. В наших силах обороны сообщали о том, что украинские силы сосредоточены у границы с Приднестровьем в соответствии с той грузой, которой гипотетически возможно. Говорят, что россияне не смогут организовать высадку своего десанта на территории Приднестровья, поскольку им этого не даст делать Украина или страны НАТО. Также известно о том, что в самой Молдове там проходили пророссийские разные митинги. По вашему мнению, насколько сейчас ситуация там опасна и к чему это все может привести? Ситуация в Молдове опасна для Молдовы. То есть ситуация, в которой российские спецслужбы начали гнать определенные волны информационные и политического противостояния в Молдове, переведена Приднестровская, так называемая Молдавская республика в вооруженные силы сейчас в режим военного положения, объявлена мобилизация. То есть это все говорит о том, что российские спецслужбы готовились к смене правительства в Молдове. Они были, правительство Молдавское было предупреждено уже нашей разведкой. Были приняты определенные действия по недопущению такого рода развития ситуации. Ситуация купирована, не получила должной поддержки, на которую рассчитывали спецслужбы России. Ну а военная составляющая Приднестровской Молдавской республики, она абсолютно не страшна украинским вооруженным силам, а вопрос по ее нивелированию этой проблемы, это вопрос к военно-политическому руководству же Молдову. То есть она может попросить украинские войска помочь, но только после этого, после того, как будет принято решение, украинские войска могут помочь Молдове зачистить Приднестровскую Молдавскую республику от российских воинских частей. Но только еще раз повторюсь, только по просьбе. Роман Гриевич, а мы можем сегодня себе это позволить, но учитывая, что у нас непростая ситуация на всех до пяти направлениях? У нас даже обратная ситуация. Нам чем быстрее это сделать, тем лучше, так как мы удерживаем определенное количество воинских частей на границе с Приднестровской Молдавской республикой, ожидая постоянно оттуда каких-то проблем. Нам это лучшая ситуация решить вопрос с воинским контингентом россиян в Приднестровье и все части, которые сейчас скованы этим контингентом, отправить на Восточный фронт. Потому как раз нам бы это еще было бы выгодно, если бы вопрос именно так был решен. Хорошо, давайте также поговорим и о Китае. Известно о том, что Лукашенко ездил в Китай. В общем, там есть несколько аспектов, скажем так. Вот СИИ гарантирует личную безопасность и безопасность семьи. Или все-таки опасаются многие эксперты о том, что именно Китай может быть прокладкой в плане снабжения России вооружением. Вот по вашему мнению, что означает этот визит и что мы от этого можем увидеть дальше. У Китая есть четыре дрона. Это Северная Корея, Россия, Беларусь и Иран. Это такие четыре бешеных собаки, которых Китай натравливает на своих экономических или военных оппонентов. Северная Корея в основном используется против Южной Кореи, против Японии. Иран против Израиля, против стран южного, южных стран Ближнего Востока. Ну а Россия с Беларусью используется в режиме бешеных собак уже против Запада. За всей проблемой с Россией у нас стоит Китай. Китаю очень важно ослабить западную цивилизацию, как-то переходить определенные линии, только не самому, вот с помощью вот этих бешеных собак, своих дронов. Потому Китай не просто вступил в эту войну, Китай был ее инициатором. После поездки к Си Цзиньпиню Путин получил там команду, скорее всего, так как сразу начал боевые действия. И уже широкомасштабно напал на Украину. Сейчас у Китая большая проблема. Сейчас они хотят из этой ситуации выйти. Понимая, что все прекрасно понимают, что за агрессией России стоит Китай. Китайцы это тоже понимают. Они пытаются как-то выйти из этой ситуации. Причем выйти так, чтобы не развалилась Российская Федерация и потом те руководители России, которые знают об участии Китая в нашей войне, они на суде в Гаге не притянули Си Цзиньпиня как раз на эту скамью подсудимых. Потому он пытается всеми силами сейчас как-то выйти, забрасывает вот эти мирные планы, вроде как попробует как-то подстелить соломку перед падением российского колосса. Ну, естественно, будет как-то помогать удержаться, по крайней мере, россиянам удержаться от полного разглома. И будет помогать как раз поставкой оружия. Прямо он поставлять оружие точно не будет. Прекрасно понимает, что будет сразу под мощными санкциями. А вот через прокладки, вы правы, Беларусь может использоваться как прокладка, причем многоразовая. И также Иран используется, Северная Корея. Беларусь в качестве сборочной системы может использоваться в режиме крупноузловой сборки, использоваться Китаем и России для поставок определенных видов вооружений. Допустим, тех же беспилотников. Вот, кстати, военные аналитики китайские, некоторые сообщают о том, что уже в автономном округе, который на границе с Россией, начали расконсервировать и переводить в боевое состояние артиллерийские системы. Вот, Роман Григорьевич, самая же основная опасность в этом, да, вот даст, не даст Китай оружие, вы говорите о том, что скорее всего даст. И вопрос же в сроках, да, тоже. И как это тогда может, скажем так, существенно повлиять на обстановку на фронте и в целом на наступление, которое вот мы ожидаем в марте, да, что мы пойдем в наступление. Что тогда, как изменится ситуация? Глобальная ситуация не изменится, если Китай даже напрямую вступит в войну с Украиной, так как тут же увеличится определенное количество помощи и к нам подойдут уже западные военные части, потому Китай будет очень сильно осторожничать, как-то может быть, вот как через прокладки типа Белоруссии и Ирана перебрасывать туда через крупноузловную сборку определенную систему поражения, в основном это беспилотники или система радиоэлектронной борьбы. Плюс напрямую может поставлять, напрямую может поставлять, допустим, боеприпасы, боеприпасы 152-мм, 122-мм, 120-е мины и системы артиллерийские, арт-системы, те же мины, те же определенные пушки, которые сделаны китайцами по советским стандартам. То есть в принципе они могут перебросить вооружение, но сильно это не повлияет, а вот отследить мы сразу отследим, потому что хотя бы на одном средстве поражения будет выбито made in China, то я думаю по Китаю будет отработана вся система финансового прессинга и экономического прессинга уже мирового. Китай это прекрасно понимает, потому, ну посмотрим за развитием ситуации, Китай очень сложно в этом смысле прогнозировать. Хорошо, Роман Григорьевич, давайте поговорим более детальные ситуации на фронте, вот в частности в Бахмуте, потому что были сообщения с генерального штаба о том, что сейчас там очень непросто. Также известный Сырский сообщил о том, что были направлены туда дополнительные подразделения. Вот по вашей информации, какая сейчас там обстановка, чего пытается достичь враг, удается, не удается. И в принципе, как вы видите, эту ситуацию в целом придется ли украинским защитникам временно, скажем так, отойти из Бахмута? Если этого потребует оперативно-тактическая обстановка, однозначно отойдем на высоты и будем удерживать, как это было в Солидаре. То есть отошли на высоты западнее и уже удерживаем тот же Солидар под плотным артиллерийским огнем. То же самое мы можем проделать и в режиме Бахмута. Просто это пока на данный момент нецелесообразно. Так как укрепрайон в районе Бахмута, он в связи с высотами в районе Часовьяра, он довольно-таки устойчивый. Он устойчивый и от окружения, и от выдавливания. Как раз прикрытие сверху с превышением, Часовьярских превышений батарей нашей артиллерии и работа наших наземных частей в районе Бахмута, это хороший тандем для удерживания этого укрепрайона. И на данный момент там, да, там тяжело однозначно, так как до сих пор практически вся мощь российской армии направлена именно в район Бахмута. То есть туда идут определенные линейные профессиональные части, перебрасываются российские техники, авиация, подключается артиллерия. Причем с определенной нормой по выдаче боеприпасов, самые максимальные со всего линии фронта. То есть это вот они назначили эту точку, но именно как укрепрайон на данный момент, это выгодный укрепрайон для украинских войск. Отход, допустим, из Бахмута и подъем на высоты, он чуть ухудшит наше общее положение по линии фронта, так как россияне все-таки продвинутся ближе уже к Славянску и Краматорску. Потому пока есть возможность, пока не перерезаны нити снабжения, пока контролируются определенные и ракадные, и логистические цепочки, и есть полный боевой контакт и контроль нашей артиллерии по российским частям, нет смысла пока такой маневр выполнять. Хотя, еще раз повторюсь, если возникнет такая необходимость, этот маневр будет выполнен и, в принципе, не нанесет уж очень большой проблемы именно этому участку фронта. Если позволите, я все же уточню, Роман Григорьевич, но возможно вот взять в кольцо, да, и вот как на данный момент вы видите обстановку там, что происходит? В кольцо там точно невозможно взять, так как Часовьяр, Часовьярское превышение, оно такое господствующее высоты, арта стоит сам по себе, Часовьяр и гарнизон Часовьярский. И тот укрепрайон, который уже есть в Часовьяре, он не позволит взять в кольцо сам Бахмут. Принятие решения не за кольцо может быть, а просто из-за очень мощной системы поражения, которые россияне могут устроить в районе Бахмута. Допустим, разнести в ноль укрепрайон наш, который сейчас состоит из тех же промок определенных частей зданий разрушенных, то есть если они уже полностью разрушат все и незачем там, незачем будет спрятаться нашим или, по крайней мере, укрепиться, тогда только поднимемся на превышение. А пока этого еще не произошло, нет никакого смысла это делать, то есть уходить из Бахмута. Но это опять оперативная обстановка, там командиры, которые принимают решение, они будут его принимать. Но еще раз повторюсь, это будет не из-за окружения как такового, окружение там просто невозможно. Хорошо, если говорить, вот скажем так, о живой силе врага, новая газета пишет о том, что срок жизни российского оккупанта в Украине примерно 60 дней. Роман Григорьевич, мы видим, что наше командование сейчас приняло решение направить туда дополнительные подразделения. Мы прекрасно понимаем, что с той стороны их намного больше. Вот на поле боя, насколько это существенный и важный фактор? И можно ли это тогда говорить о том, что это преимущество врага? Поле боя разное бывает. Поле и город – это два разных поля боя. Укрепрайон и, допустим, хороший укрепрайон и временный укрепрайон – это два разных укрепрайона, естественно, два разных поля боя. Сейчас на данный момент именно Бахмут с превышениями часовьярскими – это хороший укрепрайон. Очень сложно россиянам его взять, пройти. Это мы прекрасно видим. Они уничтожаются, обнашу крепрайон с большой скоростью. Там по роте в сутки, по 100-150 человек в сутки уничтожается российских войск. Нельзя развернуться техникой, специфика местности и контроля артиллерии. То есть нельзя подойти авиации. Они пытаются, но наша армейская система ПВО хорошо отрабатывает. Там уже не один самолет, отминусованный вертолет. И остается одна опция у россиян с помощью живой силы проталкивать, продавливать нашу линию обороны. То, чем они и занимаются. Но это очень большие потери для россиян. А для любой армии, допустим, которая выполняет боевые задачи, первая задача – это уничтожение армии противника. Потому для нас оптимальный вариант уничтожать как раз россиян там, именно в районе Бахмута, так как они сами на линию огня выходят. То есть они сами попадают под наши системы поражения, за ними бегать не надо. И очень большая интенсивность, однозначно большая интенсивность огня. Они будут продолжать ее без Бахмута, без выдавливания наших войск и продавливания дальше фронта. Они не могут просто дальше двигаться в сторону границ Донецкой области. Потому Бахмут для них, как такой краеугольный камень, как хвост в горке. Вот они будут пытаться его выдавить. Там есть несколько, можно выполнить несколько определенных оперативно-тактических действий со стороны украинских войск. Но нужно для определенных средств поражения и резервы. Вот может быть как раз наше командование говорит о переброске туда определенных резервов как раз для выполнения вот таких действий оперативно-тактических, которые снимут давление с Бахмута и с Бахмутского гарнизона. Хотя оптимальный вариант глобальный вопрос решить. То есть выйти на Лисичанск, зайти по Паснянской группировке в тыл российских войск, выйти на или начать движение в сторону горлов и такими малыми клещами, только уже заходя в тыл этой группировке, которая давит на Бахмут, снять давление с Бахмута. Но для этого надо определенное количество сил и средств. Если оно есть, то мы в ближайшее время увидим именно такого рода действия. Выход из Белогоровки на Лисичанск и выход из Константиновки на Горловку. Кстати, вот относительно Белогоровки Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщается о том, что вот именно сейчас там такие самые, скажем так, ожесточенные бои и продолжают россияне туда наступать. Также он говорит о том, что увеличилось там количество вражеских атак дронами Камикадзе. Роман Григорьевич, вот мы с вами каждую неделю, да, вот разбираем ситуацию на фронте. За это время, вот на луганском направлении, как изменилась ситуация? Увеличилось количество российских войск. Параллельно, вернее, в арифметической прогрессии с увеличением войск увеличивается давление. Давление в основном по тем направлениям, которые вот уже последние, мы их и разбираем с вами постоянно, последние два месяца, как минимум на слуху. Это есть Луганская область, это Белогоровка, это Кременная, Сватово и подключилась часть Харьковской, это Купенск. То есть вся эта линия фронта примерно в 100 километров. Россияне пытаются нас сбросить с плацдарма между Осколом и Северским Донцом, выйти на Лиман. То есть они будут продолжать это делать, пока у них будет достаточное количество сил и средств. Почему здесь, допустим, оптимальный вариант для нас выходить? Вот почему они и бьются в Белогоровку. Дело в том, что как раз они не дают нам начать наступление на Лисичанск. Они из Лисичанка бьются в Белогоровку, понимая, что как только они остановят такого рода действия, то мы пойдем в контратаки и начнем выдавливать их из Лисичанска и заходить в тыл Попаснянской группировки для деблокирования уже Бахмута. И вот здесь вот это противостояние на данный момент идет. Оно уже идет второй месяц, оно будет идти и третий месяц, пока к нам не зайдут уже серьезные вооружения наших западных партнеров, тяжелое вооружение и определенные средства поражения, и мы просто переломим эту ситуацию. Я думаю, мы ее начнем ломать где-то уже к концу марта месяца, то есть март-апрель, это уже будет перелом как раз вот этой ситуации. Мы пойдем в контрнаступление и на противоходе, я думаю, решим проблему с Бахмутом. Будем очень надеяться. Роман Григорьевич, спасибо вам большое за такой оптимистический прогноз. Есть также вот новость о том, что Германия предоставит Киеву системой ПВО Skynyx. Что это такое и в принципе вот в чем преимущество именно этих систем? Примерно такие системы мы уже получили, несколько десятков штук. Это Гепарды вторые, то есть это радар, это зенитная установка, зенитная установка, Гепарды просто на базе танка «Леопард-1», а это примерно такого же уровня установка с теми же дальностями, такой же примерно калибр 35 мм, просто стрелять может определенными программируемыми снарядами, которые намного дешевле ракет. Дальность 4 км, убойная дальность, дальность обнаружения больше 10 км. Там хорошие радары, причем она может быть включена в общую систему, у нее есть подключение через Линкс-16, это система оперативной связи, оперативно-тактической связи. Ее могут использовать в общей системе противовоздушной обороны как стационарный комплекс. То есть можно сказать, что это просто зенитка, зенитная пушка 35 мм, скорострельная с большой реакцией, с малой временем реакции, то есть очень скоростельная и неплохая такая точечная, по крайней мере, блок системы противовоздушной обороны. Вот в радиусе 4 км она может сбивать все, что движется и прикрывать объект там, где находится. Генерал Ходжес опубликовал примерный план деоккупации Крыма, а Валерий Заложный заявил о том, что Мариуполь будет освобожден к концу года. Давайте вот разберем два вот этих вот заявления. Что это в политическом плане означает для путинского режима? Станет ли, скажем так, он сполоченнее вокруг вождя или все-таки сработает вариант там по Кирке? Ну, скорее всего, это все-таки больше политическое заявление. То есть и Ходжес, и особенно заложенный однозначно политическое заявление о том, что мы будем освобождать свои территории. Потому что мы освободим Мариуполь. Ну, понятно, что мы его освободим. Мы освободим и Донецк, и Луганск, и Крым. И освободим все наши территории. К концу года, ну, это тоже примерно понятное направление движения. А вот именно подсветка по Мариуполю, она может быть и в режиме, допустим, информационно-психологической операции для того, чтобы российское командование начало укреплять Мариуполь и где-то ослабило какое-то другое направление. Либо, наоборот, для того, чтобы уже обозначить реальное направление наступательных операций. Мы об этом постоянно говорили с вами не один раз. Выход с Углидара на Волноваху и на Мариуполь, причем не обязательно на запад, часть не на Мангуша, допустим, сразу на восток. На Новозовск отрежет и Мариуполь от российских средств снабжения. Потому выполнить это возможно только после того, как получим определенное количество сил и средств. Ждем, мы ждем недостающие нам сейчас тяжелое вооружение. Вот оно идет, динамика хорошая. Количество, то, которое было заявлено, а то, наверное, и в полтора-два раза по некоторым позициям больше, чем мы заявляли, особенно по бронетехнике. Бронетехника заходит определенные средства, новые средства поражения и боеприпасы. Потому, я думаю, движение на Мариуполь однозначно будет. Вопрос времени и направления движения, ну, это интрига за генштабом, за залужным. Роман Григорьевич, если позволите, еще один вопрос. Путин заявил, будут московицы какие-нибудь, уральцы и так далее. Так он описал планы Запада. Ну, собственно, да. Возможно, это предрекает развал России. Чувствует, да. Вот что вы думаете об этих словах Путина? Чувствует, да? Дело в том, что россияне прекрасно понимают, из чего соткана эта империя российская. Особенно хорошо это понимают руководители. То есть, военно-политическое руководство России прекрасно понимает, как, чем они удерживают эти регионы. Где-то страхом, где-то экономическими моментами. И они прекрасно знают, на какие части будет разваливаться российская империя, после того, как эти механизмы, которые их скрепляют, еще раз повторюсь, это страх, внутренний страх. То есть, это внутренний определенный репрессивный аппарат. И это финансовые моменты, которыми российский центр как-то прикармливает те регионы, которые давно бы уже могли отойти, типа Чечни, допустим, или Кавказа, как минимум. Потому, понимая, что такие механизмы из рук будут выпадать, они уже знают, это уже подсознательное, скорее всего, уже подсознательный выброс информации, разделение России на определенные части. Здесь Путин прав однозначно делиться. Россия будет на Урал, на Москалей, на Сибирь, Бурятию, Башкортостан, Татарстан, Кавказ, может быть, Питер, Калининград, Сахалин. То есть, будет разваливаться российская империя. Путин это чувствует. Он это не то, что предрекает. Я бы сказал, он это уже прогнозирует в прямом смысле слова. И уже начинает программировать россиян на их дальнейшее название. То они были россияне, теперь они будут, допустим, сибиряки или уральцы. Роман Григорьевич, я благодарю вас, как всегда, за качественный анализ. Спасибо вам большое за то, что вы нашли, уделили нам время. Уважаемые друзья, также благодарю за внимание и вас. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал ПолитТека, пишите нам в комментариях, кого бы вы хотели видеть в наших эфирах. Еще раз всем спасибо за внимание, всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok